Журнал в городе Н За эти годы внешний вид журнала претерпел незначительные изменения, стал компактнее, а на обложках стали появляться узнаваемые люди города. Какой же путь проходит журнал, прежде чем оказаться в руках читателя? Сбор материала, редактура, верстка, создание макета – все этапы производства журнала мы показать вам не сможем. Начнем с того момента, когда отпечатанные листы отправляются на фальцовку. Здесь будущие журнальные страницы складываются до необходимого размера. Аппарат работает по заранее заданным параметрам и процесс проходит под присмотром профессионалов, как говорится, без сучка, без задоринки. Следующий после фальцовки – этап работа вручную. Чтобы прошить готовый журнал, нужно сложить страницы по порядку и соединить с обложкой. Вот так просто из трех больших листов собирается журнал на 50 страниц. Тираж журнала 5 тысяч, и на весь тираж понадобится ровно 10 тысяч скрепок. Всего две вот таких вот упаковки. А прямо сейчас мы с вами закрепим скобками один из журналов. Печатное дело – процесс многоступенчатый. Каждый этап – это отдельная история. Прошитый журнал теперь нуждается в подрезке. А вот и секрет создания линии сгиба, которые есть на каждом настольном календаре. Они появляются с помощью специальной беговочной машинки. Смотрите, как это происходит. Но и это еще не все. За кулисами печатного дела очень много интересного. Чтобы делать переплет, есть аппарат для перфорации. И очень просто сделать отверстие в этом календаре. Только представьте, сколько интересных вариантов полиграфии здесь делают ежедневно. По пути заглядываем еще в один цех. Это газетный цех. И я думаю, что вы уже слышите, насколько здесь шумно. Поэтому ребята работают здесь в специальных наушниках. А газеты, кстати, печатаются здесь со скоростью болида. Каждая из команды в этом цехе работает четко и быстро. Ведь скорость печати здесь и правда высокая, благодаря ротационной машине. И если нужно подкорректировать цвета, меняют настройки или добавляют краску. Синюю, красную и желтую. Готовые газеты фасуют и отправляют на погрузку. Для печати газет используют специальную бумагу. Вот такие огромные рулоны газетной бумаги привозят сюда для того, чтобы печатать. Обычные газеты, которые мы с вами читаем. В одном таком рулоне 11 километров бумаги и 450 килограмм веса. А здесь эти самые рулоны нарезаются на определенный формат. Для каждой печатной машины свой размер бумаги. Но вернемся к журналу в городе Энн. Очень ответственный этап подготовки журнала к тому, чтобы он появился на прилавках. Это резко. Здесь все выверено до миллиметра. А хрупкая женщина легко справляется с вот таким большим и очень острым ножом. Какая идеальная кромка получается у журнала. Один из обязательных этапов перед печатью – изготовление обсетных пластин. Чтобы получить полноцветную печать, нужно четыре вот таких пластины. Цвета при этом разбиваются на четыре основных – голубой, пурпурный, желтый и черный. Под каждый цвет делают специальную пластину с лазерным нанесением изображения. Как видите, любое печатное издание проходит большой путь от создания макета до готового образца. Над тем, чтобы журнал в городе Энн попал в руки к своим читателям, трудятся почти 20 человек. Мы с вами побывали в Нефтекамском доме печати. И сейчас в руках я держу свежий номер журнала в городе Энн, который уже в ближайшее время появится в городе Энн. Редактор субтитров А.Семкин